У нас сегодня прекрасное утро. Начинается с сырников. Купила, как я вам вчера показала, вот из той ризотто сыра. Вот сделала вот такие сырники. Не знаю, получится или нет. Спасибо, Валера. Рецепт твой не помню, поэтому, если честно, смотрела уже рецепт в интернете. Но я приблизительно ориентировалась на этот сыр. В принципе, он действительно очень похож на творог, поэтому сейчас будем пробовать. Так, все. У меня такой какой-то дежавю. Он пошел, у меня сейчас осталось еще два сырничка. Мы очень понравились. Такой, говорит, блин, так здорово, интересно. Прямо в начале было четыре штуки. Он подумал, что чего так мало. Говорю, они сытные. В итоге он одну вот эту мне еще оставил. Не доел. Съел три штуки, потому что они действительно же сытные все-таки. Единственное скажу, поскольку у этого сыра немножечко другая консистенция, не такая, как у творога, то они вышли чуть-чуть мягче, хоть я их и хорошо достаточно прожаривала, но они вышли такие более десертные. Я сейчас буду доедать завтрак и, наверное, вздремну еще полчасика, потому что я не выспалась. Ни в субботу не выспалась, ни в воскресенье не выспалась. Хочу хоть в понедельник, последний выходной. Да, я отдыхаю по понедельникам, последний выходной выспаться, чтобы завтра на работу идти с новыми силами. У меня сегодня просто прекрасный выходной. Я поспала до часу дня. Я-то спалась за всю неделю, потому что ни в субботу, воскресенье выспаться не могла. Сегодня я никуда даже на улицу не уходила. Ну, немножечко поделала дела дома, буквально чуть-чуть. Разобрала белье после стирки, разобралась с документами, там, то, что мне нужно было. Вот, и сейчас я решила сделать себе куриные крылышки в аэрогриле. Я уже, все, я их уже маслом помазала, уже замариновала так слегка, они у меня вот здесь вот полежали. Посыпала солью, чесночным порошком, перцем. В общем, все, я уже все сделала. Даже уже прогрела аэрогриль. Вот, так что сейчас поставлю на 180, написано, ну, на 190, ну, так, на серединку поставлю, в общем. И на 15 минут для начала. Так, 10, 15. На 15 минут для начала. После 15 минут еще смажу немножко маслом и еще на 15 минут поставлю. Первый раз делаю крылышки в аэрогриле. Так что вот так. Я к весне потихонечку начала уже присматривать одежду в интернете. Ну, потому что, да, я чаще все заказываю через интернет. Не очень люблю ходить по магазинам, долго смотреть, примерять, еще ездить туда, туда, туда. Я лучше, как это, я люблю сначала сравнить и потом что-то выбрать. А когда ты ходишь по магазинам, тебе, чтобы сравнить, нужно пойти туда-туда, потом опять вернуться. Проще в интернете посмотреть все. Тем более все размеры написаны. В Корее очень любят оверсайз, поэтому проблем с размером нет. И еще я в интернете ищу карниз. Ищу карниз сюда. Да, потому что нам свекровь дала шторы, серые шторы, но нам нужно сделать карниз. И, кстати, почему мы не ставим, не вешаем, вернее, телевизор на стену? Говорили, что там, типа, повесьте на стену. Зачем вы его так прикрепили? Потому что, если мы сделаем сюда кронштейн, то нам придется делать ремонт после переезда, либо платить им, чтобы они делали ремонт, либо делать ремонт самим. Ну, так как нам не очень хочется раскошеливаться на ремонт, поэтому мы решили, что мы просто так поставим. Это уж не совсем прям сильно необходимая вещь. Если бы он прям реально вот падал, тогда да, мы бы лучше повесили на кронштейн, но сделали ремонт, а так нет. А по поводу карниза, сейчас я вам покажу, то есть он уже здесь был. Не знаю, видно вам, нет. Вот есть уже продрелины, в общем, места. Ой, как вкусно пахнет курочкой. То есть здесь был карниз, он уже был для того, чтобы, когда презентовали эту комнату для продажи, то есть они повесили карниз, и на случай того, что все равно карниз будут вешать, поэтому они уже сразу проделаны в дырки, поэтому за это платить потом не придется. Кстати, по этой же причине вот сюда. Я думала, может быть, сделать сюда полочки какие-нибудь, но в итоге нет, полочки делать не хочу, потому что тоже не знаю, где я потом смогу. Если бы это была просто белая стена, да, то можно было бы просто покрасить или просто белые обои. А они здесь такие розовенькие, структура, то есть либо придется обклеивать полностью всю квартиру, всю эту комнату, либо, не знаю, как заворочиться, чтобы найти именно такие обои. Вот такие вот вкусные, аппетитные, сочные куриные крылышки получились. Вот я вам поближе покажу. Очень вкусно пахнут, просто обалдеть. Все, я уже хочу скорее их кушать, так что приятного аппетита, я пошла их уплетать. Всем привет, сегодня хорошее утро, и мы сегодня вместе едем на работу. Мы сегодня вместе едем на работу, поэтому с утра вместе встали, позавтракали и вышли. Обычно либо я быстрее, либо он быстрее, в общем, либо пересекаемся вместе с завтраком, но кто-то выходит быстрее. Вот, а сегодня мы полностью вместе. А в елке? А? Одика, он меня по какому-то странному пути ведет к метро. Я не знаю, нашел какой-то супер-мега-короткий путь, поэтому поверим, поверим. Одика, да. Так, у нас уже вечер. Сейчас скажу, 11 часов вечера, и я в таком странном положении сейчас, потому что я, как всегда, у меня постоянно телефон разряжается не в плане того, что он просто разряжается очень быстро, а в плане того, что я его не заряжаю до последнего момента, пока он не разрядится там уже до 5%. То есть, хоть я и дома, у меня такая странная привычка, что у меня телефон 30%, я могу поставить его на зарядку, пока я вот сходила в душ, помылась, я могла бы поставить его на зарядку, но нет, нет, я этого не сделала, я не знаю. В общем, у меня янцов постоянно прикалывается, говорит, у меня постоянно разряженный телефон, поэтому у меня телефон сейчас стоит на зарядке, я сижу здесь перед телефоном. И сейчас 11 вечера, вы меня очень много спрашивали на тему того, как я ухаживаю за своими волосами, но на самом деле я ничего особо не делаю, потому что до покраски я даже тритментом не пользовалась, то есть я пользовалась просто шампунем и раз в неделю кондиционером для волос. Все, больше ничего не делала. Сейчас, поскольку у меня волосы высветлены на кончиках, сейчас они немножко еще влажные после душа, я их не совсем еще высушила. То есть вот так вот они у меня выглядят, поближе, если посмотреть. Они абсолютно нормальные, они не высушены прям, знаете, совсем когда метелка и тому подобное. Нет, такого нету, но чтобы они были более гладенькие, чтобы они легко расчесывались, я купила еще один тритмент, и я пользовалась им до сегодняшнего дня, ну, чуть ли не каждый день, почти что каждый день. И так как вы меня спрашивали, все, как же, как же я ухаживаю за волосами, то мне стало возникать такие мысли, что типа надо, надо за ними как-нибудь начать ухаживать реально, потому что, в принципе, вот первое время тритмента было достаточно, но сейчас я чувствую, что мне его недостаточно. То есть мне хочется, чтобы они, мне кажется, что они недостаточно гладкие, они стали плохо расчесываться, поэтому, когда мы ездили в Коэкс, мы зашли еще в Иннисфри. Мы захотели сначала в Оливьян, там продают много разных брендов, именно вот не корейские бренды, а менее популярные корейские бренды, либо японские бренды, европейские бренды, там есть Лориаль и тому подобное. Вот, но я пыталась что-нибудь там присмотреть, именно маски, я хотела маску. Я вообще изначально хотела, вот знаете, когда ты полностью заворачиваешь вот так вот себе волосы в пакет, надеваешь эту маску, ходишь минут 15 и потом смываешь. Вот, потом я думала, может быть, взять масло. Был большой выбор масел в Оливьян, но мне что-то вообще ничего не понравилось. В общем, я думала-думала, думаю, ладно, зайду в Иннисфри. Я часто покупаю в Иннисфри, поэтому зашла, нашла у них вот такую вот маску. Есть еще у них из этой же серии, вот это у них серия сейчас для волос. По-моему, еще масло какое-то было. В общем, не знаю, я купила попробовать, стоило... Ольма ест со? Манечо. Да, где-то 11 долларов это было, 12. Вот. Инструкция у него такая, то есть его наносить нужно на мокрые, влажные, подсушенные волосы после душа вечером, каждый вечер. И наносить его вот, ну, приблизительно вот так вот на кончике, наносить и ложиться спать. И снимать его нужно, смывать эту маску нужно утром. То есть это sleeping маска, ночная маска. И для волос, я не знаю, я такого еще ни разу не видела, ночную маску для волос. Я боюсь, что у меня волосы будут, не знаю, жирные, нет. В общем, давайте, я его еще ни разу не открывала. Ой, ай, ни разу не открывала. Ну, наверное, немножечко надо наносить. Ну, как крем. Любой хендекрем-кат. Хендекрем-кат. Реально, как будто крем для рук. Давайте попробуем. Как не с этим спать? У меня потом подушка не была, не спачкается все, что можно. В общем, нужно намазать вот так вот. Ну, он как крем. Реально, как крем. И через 30 минут, после того, как вы намазывали, тогда уже можно будет ложиться спать. То есть он за 30 минут должен как подсохнуть вроде бы. Не знаю, пока что странное ощущение. Такое ощущение, что я наношу крем для рук на свои волосы. Вот так, все. Больше не буду мазать. И теперь через 30 минут оно должно более-менее подсохнуть. Я как раз сегодня запланировала чистку лица, уход за лицом. Поэтому сейчас буду делать масочку на нос, масочку на лицо, очищающую, увлажняющую. Вот. Как раз оно все высохнет, и потом можно будет уже ложиться спать. У меня осталось 5 минут маски. Вот такой вот лимонад я пью. Спрайт, лимон и лед. Все, больше здесь ничего нет. И заранее с вами уже прощаюсь. Желаю вам спокойной ночи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok